Здесь нет ничего вот понимать такого вот. Я спрашивал учительницу в школе, говорю, а почему нельзя обманывать? И она говорит, а мне отвечала, потому что это противоречит моральному кодексу строителей коммунизма. Ну мне, я в первом классе нахожусь, я не врубался, что такое моральный кодекс строителей коммунизма. Я не понимал, что это значит с точки зрения обмана. Я хотел узнать, почему нельзя обманывать. Я чувствовал, что нельзя, а почему не мог узнать. И только потом я понял, что это просто, это действие рождает плохую судьбу просто, и все. Очень просто, как она, знаете, как обман рождает плохую судьбу? Очень просто. Ты человека обманул какого-то, да? Ты установил с ним определенные отношения. Эти отношения меняют картинку мира. В результате ты начинаешь смотреть на людей, как на потенциальных обманщиков. Это описано в Ведах. Ты на них смотришь, как на обманщиков, значит, они будут тебя обманывать. Ты смотришь на них, как на честных, они будут с тобой честно себя вести. Ты смотришь на пограничника, на таможенника, как на таможенника, он тебе скажет, иди сюда. Ты смотришь на него, как на человека, он на тебя не обращает внимания. А вот если у тебя в карманах что-то есть, тебе очень трудно на него посмотреть, как на человека. Ты смотришь на него, как на таможенника. И он говорит, иди сюда. Поэтому и попадаются люди. На воле шапка горит, как говорят. Почему? Потому что меняется восприятие мира. Так, в чем проблема-то принять, что близкий человек просто заболел, который изменил? Вот в чем проблема-то принять? Спасибо большое. Ой, не смогу ответить на ваши вопросы, мои хорошие. Вы хотите, чтобы я вам лично помог? А я вам сейчас лично помогаю всем. Если вы принцип поймете, тогда под проблема решится. Не думайте, что вот простая реакция, Олег Геннадьевич, вот это вот произошло, я вам говорю что-то, оп, и все решилось. Это означает, вы к жизни дешево относитесь. Потому что решается все, если вы понимаете, что делать в целом. Понимаете, если вы хотите просто вот таких отношений со мной, ну как бы, как с куском хлеба, которого откусил и насытился. Я хочу дать способ жизни. Ну то есть я не пришел сюда для того, чтобы конкретные ситуации разбирать. Понимаете, я разок давал консультации людям, давал, давал до двух часов ночи. В какой-то момент понял, что я, вот что я делаю. Мне просто в сердце Бог дал знания, что я делаю. Смотрите, что я делаю. Я просто людям даю возможность не работать над собой. Потому что ситуация разрешилась, все нормально. Значает. До свидания, Олег Геннадьевич. Спасибо за консультацию. А цель-то какая, чтобы наоборот было? Но это не значит, что я буду отвечать на вопросы на все пост-лекции. Вот сколько сил у меня хватит, буду отвечать. А сейчас давайте будем изучать. Это важнее. Спасибо.